Доброго времени суток! Я вот два дня назад выкладывала вернее, день назад выкладывала Россию в марте Давайте сегодня посмотрим Украину в марте Как было складываться дела для Украины как государства в марте месяце Итак, Украина Будет упорно стоять сопротивляться несмотря на то, что вокруг происходит, несмотря на кучу шишек, она будет противостоять всем и всем Так Упорно причем В какой-то степени это будет приносить свои плоды Так Как же будут развиваться дела для Украины в общем таком направлении в марте месяце Движение к цели будет неясным То есть цель поставлена но как это осуществить где найти ресурсы какие уж там руководство Украины поставило цели именно как для государства Ну, скорее всего боевые какие-то цели но как это осуществить не будут до конца понимать Полный туман и страшно потому что видимо существует все-таки где-то понятие что может прилететь и для этого еще ресурсов и недостаточно будут собирать ресурсы то есть ну ресурсы нужны для самой страны не для каких-то вот целей да а именно на данный момент нужны ресурсы для того чтобы более или менее благополучно жить в стране потому что в стране-то люди остались несмотря на то что там правительство принимает какие-то решения чтобы стабилизировать положение именно самих людей в стране а для целей ресурсов будет недостаточно и будет непонятно как идти к целям но может быть надеюсь что это вопрос еще и связанное именно с тем чтобы для людей наладить жизнь но как это сделать тоже будет непонятно ну посмотрим дальше как будет складываться дела в экономике страны тут будет очень серьезный конфликт внутри страны связанные с деньгами с экономикой очень серьезный конфликт раздраве будет полный что очень ну что изменит вернее приведет к переменам для самой страны в ее дальнейшем развитии экономическом движении то есть что-то пойдет совершенно по-другому не так как планировалось и оно откроет новые возможности для страны новые какие-то планы будут выстраиваться будет объединяться с кем-то но результат именно в марте все равно будет весьма таким никаким полным расстройством разочарования очередного депрессника именно для экономики страны все равно как бы кто-то не пытался помочь украине решить вопросы все равно экономика страны будет в полной депрессии находиться так как будет социальная сфера в марте месяца социалка что-то будет придумано руководством страны такое неожиданное и очень и очень рискованное ненадежное какое-то руководство страны так как президент скорее всего подписывает документы то окончательное решение будет скорее всего за императором за ним он примет какое-то решение которое будет касаться социальной сферы для Украины и для жителей это будет очень рискованно но может принести довольно-таки хорошие результаты именно для людей может быть начнутся какие-то выплаты тем более обещают устроить проверку как расходуются средства на Украине вот может быть как показательное что вот мы работаем уже были какие-то аресты какая-то конфискация имущества а теперь вот нужно будет показать что мы работаем для людей то есть будут решать какие-то социальные вопросы не знаю какие уж но скорее всего будут людям помогать в плане медицины что будет медицина будет очень серьезно зависеть от того что будет насколько будет уделяться внимание этой сфере что не очень в принципе скорее всего говорит не сильно много внимания будет уделяться потому что довольно таки будет очень сложная ситуация связанная с медициной и будут выделяться извне деньги либо может быть что-то произойдет такое что нужно будет срочно принимать какие-то меры именно в плане медицины и нужна будет помощь серьезной извне то есть будет какой-то нанесен удар по медицине очень какие-то будут плачевные события происходить придется в этом очень серьезно разбираться и решать этот вопрос результат будет такой 50 на 50 но договариваться с кем-то придется чтобы помогли ну как-то такой не очень веселый момент в плане медицины ну давайте посмотрим как будут развиваться события связанные со спецоперацией на Украине марте месяца вот такой вот коротко там до этого я более такое делала расширенное а тут мы посмотрим коротко ну будет обострение боевых действий что потребует очень много ресурсов которые будут выделяться но но очень очень много придется пересматривать старые способы уже не будут работать то есть все что до этого планы какие-то строились планировали какие-то действия они результаты не принесут нужно будет что-то от чего-то этого отказываться и решать новые какие-то будут планы составлять но все равно в результате пройдут через очень серьезные потери возможно будет терять очередные потери территории причем события будут развиваться довольно таки быстро для того чтобы им как-то получить какой-то результат нужно будет от чего-то отказаться а чем это у нас связано о чем это это сила которая будет их контролировать или давить на них опять же переговоры переговоры и соответственно которые если будут происходить начнут происходить то это приведет к потерям территории кто-то очень амбициозный решит что все-таки надо бы попробовать сесть за переговоры и прийти к какому-то результату но остальные все будут просто в ожидании что будет и как будет дальше я не вижу таких вот каких-то прямо радостных событий для Украины так 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 где-то будет неплохо где-то будет нехорошо но в общем получается картинка такая довольно-таки мрачная и вроде бы движение какое-то есть и помощь будет но оно не будет приносить того результата на который в принципе рассчитывают на Украине руководство нынешней Украины вполне возможно что они решат организовать провокацию какую-то но какие-то новые придумают составят планы но это больше будет все-таки как напугать вот именно как провокация спровоцировать потому что на самом деле за этим особо ничего не будет стоять переговоры будут на них очень серьезно давить обещать им чего-то будут для того чтобы они сели за стол переговоров а будут переговоры состояться нет но сами переговоры в марте месяце во всяком случае они не состоятся но давить будут очень жестко уже начинается серьезное давление на Украину извне потому что Европа в принципе понимает если проиграет Украина значит проиграла Европа и проиграла Америка они и Англия они этого не хотят но понимают что Украина уже проиграла да события развиваются очень медленно нет того быстрого как многим бы нам хотелось результата но все равно движение есть есть в России результаты и впереди они еще будут поэтому скоро увидим поэтому всем становится страшно отношения испортили с Россией и чего потом делать никто толком не понимает налаживать все равно придется отношения куда вы нафиг денетесь вот такой расклад про Украину в марте месяце но я бы сказала так что ничего такого прямо радужного я не вижу будет все очень тяжело и довольно таки мрачно хотя и будут какие-то положительные моменты для Украины но нам всем желаю скорейшего наступления мира победы России в этом во всем мы все прекрасно понимаем что в России тоже другого нет выбора надо побеждать либо переговоры только на наших условиях берегите себя берегите своих близких до новых встреч до новых до новых до новых Продолжаем.